Физический контакт не единственный способ установить отношения. Сегодня то, что люди называют любовью, на самом деле просто взаимовыгодная схема. Вам нужно упасть в любовь. Что-то в вас должно исчезнуть, только тогда появится место для любви. Как отпустить прошлое и тяжелые моменты в жизни? Александр, я думал, что любовь это про сближение, а не расставание. Я знаю. Я знаю, что это происходит повсюду, потому что мы не воспринимаем жизнь как жизнь. Наши системы образования, наши представления о науке и технологиях свелись только к тому, как использовать все для собственной выгоды. От мельчайшей бактерии до самого крупного животного на планете. Мы хотим из всего извлечь выгоду. Та же самую планету мы хотим эксплуатировать ради выгоды. К сожалению, это относится и к людям. Сегодня то, что люди называют любовью, на самом деле просто взаимовыгодная схема. Ты даешь мне одно, я даю тебе другое. Ничего не даешь, ничего не получишь. Поэтому вопросы любви вы начинаете с расставания и развода. Так и есть. В моем понимании жизни любовь – это сплетение двух жизней, когда две жизни становятся одной. Но сейчас мы говорим о расставании. Сегодня люди думают про срок годности любви. Сколько же она продлится? Печально, что люди так и не узнают всей глубины того, как можно разделить с кем-то жизнь. Если вы действительно хотите сделать кого-то частью своей жизни, вам придется освободить в себе немного места. Часть вас должна исчезнуть. Я не знаю, как это будет по-французски, но в английском языке есть хорошее выражение – упасть в любовь. Нельзя подняться в любовь. Взлететь в любовь. Взобраться в любовь. Вы можете только упасть в любовь. Часть того, чем вы являетесь, должна исчезнуть. Сегодня мы совершаем восхождение в любовь, поэтому постоянно испытываем трудности. Во французском есть аналог падения в любовь? Да, то же самое. Томба амура, то есть упасть в любовь, переводится точно так же. Это хорошо, что французы все еще падают в любовь. Приятно слышать. Потому что для большинства людей это всего лишь взаимовыгодная схема – как получить то, что я хочу. Любовь – это не получение желаемого. это возможность сделать себя уязвимыми. Это возможность утратить себя. Это не коммерческий проект. Любовь – это не извлечение прибыли. Это добровольное согласие на убытки. Вот что это такое. Но если вы думаете о выгоде, то, конечно, с первого же дня возникнет трение. Только из-за гормонального влечения люди могут оказаться вместе. В остальном устройство современного общества почти не оставило на место для любви. Все сводится только к одному – что я могу от тебя получить. Когда это так, расставание становится естественным. Потому что если вы пытаетесь выжить из кого-нибудь удовольствия, у вас ничего не получится. Если ваша жизнь направлена на то, чтобы делиться лучше, что у вас есть, тогда это сработает. Я не говорю, что этого вообще нет. Но, к сожалению, в основном все сводится к одному – что я могу от тебя получить, что ты можешь для меня сделать, а не что я могу сделать для тебя. Должно вернуться падение в любовь. Сегодня люди создают любовь. Нет, нет. Вам нужно упасть в любовь. Часть вас должна исчезнуть, только тогда появится место для любви. В противном случае это будет просто схема взаимной выгоды. И как только вы перестанете извлекать выгоду, все, конечно, закончится. Позвольте, я расскажу вам анекдот. Французы ведь не против анекдотов. Да, я люблю анекдоты. Один француз только что расстался с девушкой, от нее пришло СМС, что все кончено. Пока он медленно читал сообщение, к нему подошла его мать и спросила, что ты читаешь? Он не хотел ей признаваться и поэтому сказал, это рецепт одного деликатеса. Она посмотрела на него и сказала, похоже, ты как раз дошел до нарезки лука, потому что он плакал. Похоже, что и вы добрались до того места, где режут лук. Даже если вы плачете, нарезая лук, но хорошо готовите, еда все равно получится вкусной, да? Вся эта история о том, что люди не умеют управлять своими отношениями, важно понять, что так теперь говорят в английском языке. Я подозреваю, что все пошло от того француза. В Индии, под словом отношения, мы можем иметь в виду очень многое. Это могут быть отношения с родителями, с братьями и сестрами, с друзьями. Это могут быть отношения между гуру и учеником. Самые разные отношения. Но сегодня на Западе, к сожалению, говоря об отношениях, имеют в виду телесные отношения. За это они расплачиваются. Ведь тело – не единственный способ установить отношения. Физический контакт – не единственный способ установить отношения. У вас могут быть отношения на интеллектуальном уровне, на эмоциональном уровне. В вашей жизни отношения на эмоциональном уровне всегда будут более трогательными, более нежными, чем телесные. Но сейчас мы повернули все так, что если вы произнесете слово «отношения», все думают, что у вас есть телесные отношения. Я даже боюсь использовать это слово. Если я скажу, что у меня хорошее отношение с Александром, люди подумают кое-что другое. Вы считаете, что эмоциональные отношения будут или могут быть более яркими, чем телесные отношения? Очевидно, что телами можно только соприкасаться, но не иметь отношения. Чтобы иметь отношения, нужны ум и эмоции, не так ли? И это будут яркие отношения. Когда вы вкладываете эмоции во что-либо, только тогда ваше существование становится ярким и по-настоящему насыщенным для того, чтобы жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова